Субтитры делал DimaTorzok 11 чоловік загинули, 47 отримали тяжкі травмы. Статистику витворчого травматизму агушили профсоюзи в області. Не відстать від програми. Занятки у обласної дитячої больниці для маленьких пацієнтів проводять педагоги 10-ї городської гімназії. У Білорусі набірає вороти уборка цукрових бураков. У лідерам паураджайності і темпах нарыхтовки гэтай культуры традиційно з'являється Грузінська в область. У регіоні отримлюється каля 700 сантніров з гектара, а у особних господарках гэтай пакашык досягає 1000 сантніров. Паралельна іде адгрузка солодких корня плодав на перапрацовши камбінат. Капа збігнуць аутамабільных черга, у кожному сільгазпредприємству доведіны свой сутошны план здачы бураков. Уладзімір Лобан розкаже. Вага з виш кілограма, бать свіння насыщеного зеленого кольору. Так выглядаються талонные цукрові бураки у СВК ім'я Синько Гроднівського района. Гэтаму выньку попереднічила карпатлива працю господарцей тягам усього сезона. Мястові аграрі викрістовували тільки уродливі землі. Дакладно витримували все возворот і саме сучасні технології. А цюль стабільна висока урожайність. Урожай більше 700 центнерів. Ми вийшли на базову сахаристості 16.26 на сьогоднішнє утро. Неплохі види на урожай. Сорта, благодаря дождям, які були в першій половині літа, успіли сформувати масу корнеплода. А благодаря сонцю і теплу, яке було в августі місяці, неплохо піднялась сахаристості. На уборці бураку господарці задіншили два спеціальні комбайни. За штурвалами тільки вопринні механізатори. Для Александра Єрмака сьогоднішня компанія даліка не перші. Для наліхтовки корнеплодів без страт, каже комбайнер, техніку наладжував особливі старанно. Стараємся, убираєм. Свої нюанси підготавлюєм як-то техніку. Помогають і на мастерській свої люди, які і токар, і сварщик. Налажуваєм, стараємся убирати. Убираєм где-то 10 гектарів в день. Ну і 70 тонн где-то. Каб не збавляти темпи уборки, цукрові оборокі складіруються непосрідно на полях. Тут же працює і погрузочна техніка. Практично усі солодкі корнеплоди з Гродинської області перапрацювуються у Скидзіли. Диведеться приемка нового ураджаю. На цукровому кабінеті першістану увагу звертають на якорь сыровіни. Кожна партия браків проходит проверку у спеціальній лабораторії. Дослідження ведуться одразу по нехаких показчиках. Ми вже переступили базис з першого дня заготовки. Вчера – це 16.04. Надеємся, що і далі, багато нашим аграріям, погоді, все буде добре, і показатели будуть тільки расти в цьому році. Кабністю Варочергову на приємному пункці тут приняті відповідні заходи. На підприємстві розпрацювали індивітуальний графік поставки для кожних господарків. Сыріва зона Скидзільського сахарного комбинатора состоїть із 12 районів. І в цих районах з нами сотруднішає 58 свеклораздатчиків. Єжедневна суточна норма буде составлять в сентябрі і до 20 октябра 9 тисяч тонн. С 20 октябра по 20 ноябра буде составлять 14 тисяч тонн в сутки. Усяго за сізону Скидзіль планують перапрацяваць амаль мільйон 200 тисяч тонн корнеплодаву. Гэта кажуть експерты доволі сур'йозныя абйомы. Іх буде достатково для забезпечення цукром не тільки унутреного ринку, а й подставок солодкого продукту на експорт. У господарках республіки обрали бульбу сплощай амаль 5 тисяч гектаров, що складає прикладна 20% от плану. Максимально забезпечись унутрений ринок другим хлебам, сьоліт разліщуюць і у прыньомані, дзе збіраюць до 400 сентнєрів бульбы з гектара. А крам'я таго, перед мясцовыми сельськогосподаршими прадприємствами стаєць яшчай шырах важных сізонных задач. На сьогоднішній день адзін з прайоритетівся у базі музернівых. При гэтым ставка робіцца на самая перадовая агрономічная технологія. У ведучих господарках района використовуюця сучасная механізма, які дазваляюць одначасова проводзіць усе неабходныя апірація, падрыхтоваць глебу, носіць удабрынні і непосрэдна сіяць. Для якосного проведзіні палевых работ па оценках спеціалістаў, ў прыньомані існує неабходны кадровы і технічны ресурс. Дапрыкладу, толькі ў Гродзінським районі на осенній сяўбе задійнічы накаляп 51 акамбінованных агрегатов, які вылучаюцца высокой продэкцюйнасцю працы. У регіоні реалізуюцца цыкал міропрыємства ў дадня Народнага адзінства. Так, жанучы акты ў Гродзінщыны напереды дні Дзержавного свята сяамнадцатага верасня реалізуе праект падназвай память адзінства перамога. Ягу ідея – арганізоваць візуальны музея Велікайчыны вайны пад ад адкрытым небом. Загэтэй шас ў в області былу створэна більш за дзві сотні форм увікавечыня падзей і герой Велікайчыны. Яны праставляюць сабой інформаційныя таблічкі, усталяваны ў памятных місцах. У кожной формы будзе свой кюар-код с тэкстам на беларускай, русской, англійськой мовах. Это информационная табличка на трёх языках с кюар-кодом, которая относит человека, стоящего, собственно, на месте либо трагедии, либо того события, которое произошло в годы Великой Отечественной войны. Уже установлено в область 200 таких визуальных форм увікавечения. А 17 сентября пополнится в этот день ещё пополнится такими 17 табличками, 17 визуальными формами коммуникации, которые будут созданы во всех регионах области. Наша организация выступила инициатором и создания 17 именных аллей в честь известных героев и событий Великой Отечественной войны. Это наш давний проект. Мы, скажем так, в рамках реализации своего проекта, который называется «Мой край, цветущий сад», уже создали в области более 200 таких уникальных именных аллей в честь известных женщин, людей нашего Принёманского края или просто наших замечательных семей. С початку года экспертами Грудинской области выконано свыше 70 поширкознавших доследований, с их большим 50, на поставе постановлений у Следующего комитета и органов внутренних справ, остатни по заявлению грамадян. Як правило, разбиральництва тычились и расписок документов, які закоронаюсь прозовные и финансово-экономичные относины. За пушних прикладов у Лицки Раусы звернулась амясовая жихарка, якая поведомила, что для ей мя старшини гаражно-будовничьего кооператива поступила заява о передаче членских узносов за гараж. Женщина переканана дадзина документ, яна не складала. За я ехата зарабила невядомая особа. Документ направили в Лицкий межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения подчерковической экспертизы. Согласно выводам судебного эксперта, в рукописный текст и подписи заявление на имя председателя гаражно-строительного потребительского кооператива «Прогресс-Лида» выполнено иным лицом, а именно бывшим супругом заявительницы. Правоохранителями установлено, что поевые взносы на гараж мужчина хотел приписать на свою мать. По данному факту Лицким РУД проводится проверка. Подробка подписал свет, шесть специалисты вельми расповсюженный способ несумленного зарубку. Шастяком, как доказать властную невиновность, людям доводится звертаться под опомогу до экспертов. По заявах грамадян проводится почеркознаушное доследование, яке дозволяюсь установить правду и увыннику дать правовую оценку учинкам зломызников. Дададим, что за подробку выраб, выкорыстание альбо сбыты несоправдных документов, штампов, печаток и бланков законодавством продугледжена отказность. 54-годовый электрогазозварщик и 22-годовый муляр Лицкой перасовной механизованной колонны 169 загинули при отпампоусе ваткасти с канализацийной студни. Это только один из працовных эпизодов, який скончился с мяротным заходом в третьем квартале 2022 года. Усяго у Организации Гродинской области у бягучем годе на вытворшесе загинули 11 человек, 47 отрымали тяжкие травмы. У связи с повеличением колькости нечастных выпадков у паравнанне с аналогичным периодом минулого года областное объединение профессийных союзов инициевало проведение одного дня профилактики вытворшего травматизма. Его мета – ознайомление работников працовных коллективов с информацией об обставинах и причинах инцидента у новотворшески. Среди причин и обстоятельств, которые привели к нечастным случаям в целом у нас в Организации Гродинской области, это падение с высоты работников. У нас три работника уже погибло из-за падения с высоты. И еще целый ряд работников получили тяжелые травмы. В дорожно-транспортных происшествиях аналогично. Три человека погибли и шесть человек получили тяжелые травмы. Также среди обстоятельств, которые неоднократно повторялись в текущем году, это падение предметов на работников во время производства работ, агрессивное поведение животных. К сожалению, эта проблема в сельском хозяйстве имеется. Что касается людей, которые, к сожалению, у нас травмировались, то следует отметить, что на данный период у нас погибли или получили тяжелые травмы работники более 40 должностей и профессий. То есть это говорит о том, что нет какой-то конкретной профессии, по которой именно случаи происходят, а по другой нет. Поэтому выполнять требования охраны труда необходимо каждому работнику. И если специалисты и должностные лица организуют работы, то, соответственно, тоже должны помнить об этом. Потому что нередко, нечастные случаи происходят именно из-за того, что работы были должным образом не организованы. И, соответственно, это приводит как раз к падению работников, допустим, той же высоты. Хочется отметить, что ряд несчастных случаев, из тех, которые произошли, их можно было не допустить. И для этого не требовались какие-то большие и существенные затраты. Так, допустим, у нас один из случаев произошел в сельхозпредприятии Вороновского района, где работник, выполняя работы на кровле фермы, провалился в связи с тем, что обрешетка прогнила и не выдержала веса его, в результате он упал на бетонный пол и получил смертельные травмы. Для того, чтобы такой случай не допустить, всего лишь надо было, во-первых, работника, конечно, проинструктировать должным образом и обеспечить ему возможность закрепиться предохранительным поясом. Соответственно, вот эти вот меры должностными лицами выполнены не были. Аналогично, если мы говорим из последних случаев, то расследуется сейчас случай, который произошел в Лисском районе, когда два работника погибли, спустившись в канализационный колодец. Расследование еще продолжается, поэтому говорить конкретно, какие причины мы не будем, но обстоятельства все такие, что работники должны были откачать воду из канализационного колодца, но в то же время вышло так, что один из работников спустился туда, по всей видимости, а второй увидел, что первому работнику стало плохо, скорее всего, решил помочь и тоже спустился в колодец. В результате оба погибли, должностное лицо не находилось постоянно рядом, прораб заметил уже позже, что работников нету. В результате вот этот групповой нечастный случай произошел и расследуется на данный момент. Но следует отметить, что, конечно же, если бы работники были проинструктированы, должным образом они не знали, что в любые колодцы нельзя просто так спускаться, потому что предварительно должно быть принудительно проведено, потому что неизвестно, какие газы там скопились внизу и, соответственно, в общем, запрещено. Без предварительных мер мероприятий осуществляются эти работы. Работники не всегда выполняют все требования и инструкции, по крайней мере, которые должны выполнять. Так вот, в настоящее время один из несчастных случаев, который произошел у нас в Карелическом районе с бойцом скота, это случай с тяжелым сходом. Если устанавливается утрата трудоспособности, то, согласно областного соглашения, которое у нас заключено между областным объединением профсоюзов и областным союзом нанимателей, производятся выплаты. За каждый процент утрат трудоспособности одна среднемесячная заработная плата, если в несчастном случае имеется вина нанимателя. Аналогично в случае гибели проводятся у нас уже выплаты семье погибшего, опять же, если имеется вина нанимателя, в размере 10 среднегодовых заработных плат. Поэтому дешевле все-таки организовать работу людей, работников непосредственно на каком-то объекте, чем потом производить эти выплаты. У 10 из 17 районов в области сюлита надзирается рост колькости злочинства, у здействованных особами устанья алкогольного наркотышного опьянения. Две трети таких правопорушальников нигде не працуются и не вучатся. А мальпалова за их стоять на улику во установах, а хова здоровья як залежны. У совести с этим пытанием попереджения супрасправных деяний у грамадян, які злоуживают спиртными напоями и наркотышными сродками, набывают особливую актуальность. Лепш попереджовать злочинство, чем выкарыстовывать меры покаранья. Таких головных посыл отрымала працунная нарада прокуратуры Гродзенской в области з уделом супрацунника УУЗ. На сустрэше разглядались опытания, связанные с проблемой алкоголизации громадян, а так само такой зъявой як уживание наркотиков. Прокурорами проведена проверка исполнения субъектами профилактики требований законодательства о предупреждении потребления психоактивных веществ. Она показала, что работа в данном направлении проводится недостаточно интенсивно, планирование осуществляется без учета реального состояния криминогенной обстановки в регионе. Выявлены многочисленные факты оказания ненадлежащей наркологической помощи пациентам данной категории, что привело к совершению ими правонарушений и преступлений. Практически половины лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, синдромом зависимости от алкоголя, своевременная наркологическая помощь не оказывается. Пациенты по вызову к врачу не являются. Меры, подлежащие принятию врачами-наркологами в таких случаях, не принимаются. Также в ходе проверки выявлены неединичные факты преждевременного снятия с диспансерного учета граждан и необоснованного прекращения в отношении них наркологической помощи, что приводило к совершению ими преступлений. Факты, установленные в результате прокурорских проверок, свидетельствуют о том, что предусмотренная законодательством система мероприятий по социальной реабилитации лиц, злопотребляющих психоактивными веществами, в действительности практически не реализовывается. Сотрудниками подразделения наркоконтроля области на постоянной основе проводятся мероприятия, направлены на недопущение роста наркотизации населения, а также совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За истекший период в 8 месяцев на территории области выявлено 156 преступлений, связанных со сбытом наркотиков. На сегодняшний день увеличилось количество совершений преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков несовершеннолетними. Так, за истекший период 2022 года выявлено 20 преступлений по линии незаконного оборота, из которых 17, связанные со сбытом. В свою очередь, основной упор правоохранительных органов на сегодняшний день возлагается на проведение профилактических мероприятий в отношении данной категории. Проведение разъяснительной работы, установление факторов, влияющих на распространение наркотиков, а также поиска новых альтернативных форм работы с несовершеннолетними. Новый учебный год распашался для детей, которые находятся на лечении в стационарах больниц. Занятки идут сгодно плана, распространенного Министерством эдукации. Особливо, гэта актуальна, калей процесс выздоровления дужится некарки тыдню. Так, занятки помеж медицинскими процедурами наведываются и школьники, які знаходятся у областной детяшой больницы у Гродни. Так и парадок прабываннего установя дозволяя хлопчикам и девочинкам не отставать от школьной программы под час хворобы. Ирина Юшкевич, продолжить. Як и звычайная вучня, яны хвалюются. Сегодня не дети пошли в школу, а школа сама пришла до их. А значит, яны не отстанутся от программы, а еще заведут новых сябров. За короткие 25 хвилин замен стандартных школьных 45-ти наставник повинен охапить увагу детей разных классов. Лепший вариант для уроку у больницы – займальная русская мова с шарадами, ребусами и головоломками. Мы вставляем наши хитрые буквы Е, Ё, Ю, Я и Ё, Я согласны. В данный момент проходят уроки в начальных классах, первый и четвертый класс. И для детей таких мы всегда готовим материал в занимательной форме. Используем на уроке игровые моменты, много яркого наглядного материала. Всегда много шарад у нас, индивидуальных карточек, чтобы детей не было волнения, стресса во время уроков. И чтобы вызывать более интерес к процессу обучения. Такий под уход до занятков маленьким пациентам досподобы. Тому помеж медицинскими процедурами и визитами урачов дети с нетерпением чекают наставников. В школе преподаватели немного построже, тут повеселее и уроки полегче. Тебе объяснили на уроке, а домашнего задания у тебя нет. Из-за этого учитель объяснил тебя на уроке, а после того она спрашивает, понял ли ты или не понял. Если ты не понял, то она тебе более объяснит и втянет в эту тему. Тут никогда не соскучишься, тут весело, тут много друзей. Забыться про хворобу да помогает и обстановка. Колеровые стены – яркий настрой. У импровизованных классов дети переключаются с больничных палат и процедур на остановочие. Наша комната оснащена настольно-печатными играми, сюжетно-ролевыми играми. Есть вот такая красивая доска, где дети рисуют. У нас есть книги, где они могут почитать литературу, которая их интересует. Для любителей творчества у нас есть наборы, есть пластилин, карандаши, разукрашки. А вот для наставников каждый заняток проходит по-новому. Я недокладно не ведаю, сколько деток, из каких классов этим разом пройдует на уроки. Эхтоваться приходится одразу по некоторых программах. У целом, адекватный план распространен специально для детей, которые находятся в стационаре протяглый час. До каждого тут индивидуальный подход. Специфика заключается в том, что все-таки детки больные, они проходят лечебный процесс. Поэтому под это подстраивается расписание учебных занятий. Учебные занятия, конечно, длятся меньше, чем в обычной школе. То есть это 25 минут в младших классах и 35 минут в старших классах. В хирургии осуществляется индивидуальная форма учебы. В связи с тем, что некоторые детки могут, например, плохо перемещаться, плохо ходить. То есть учитель индивидуально с каждым в палате занимается. В других отделениях, как правило, групповая форма учебы. Уроки в больнице ничим не одрозниваются от занятков в обычной школе. Першоклашки проходят читание, письмо, математику. У старейших – уроки физики, биологии, громадознавства. От знаки кожного вушни выставляются у табель. Эки пасля выписки из медустановы можно однести у свою школу. Нагрузка невеликая пару-гадзину день, але она дозволяя не отставать от программы. Особливо это актуально, коли лечение дожится некальки тыдня. Акции, квесты, экскурсии и викторыны тематичными мероприемствами библиотекары Гродзеншины вырешили нагадать своим заусюдникам, юным и дорослым шытачам о профессийном святе. 15 вересня означается День библиотек. У Гродзенской области працуются больше за 260 таких установ. Что год их послугами корыстаются каля 300 тысяч человек. Фонд наличивает больше за 5 миллионов книг, брошюр, периодичных выданий и розных документов. В регионе для людей со слабым взроком дейничаются специализованные библиотеки. Обслугованием жигару населенных пунктов, вёсок и малых городов займаются 17 библиобусов. Ведущим информационным, аддукационным и социально-культурным центром в области изъявляется Гродзенская областная навыковая библиотека имя Яухи Макарского. Она организует шматрикетворшие проекты из выше 500 мероприемствов что год. Литература на 70-могох света, коллекции стародавней книги, краязнавшых документов и навод грампластинок таки фонд установы. Их это усе, обшим мы хотели рассказать. Развитываемся до наступных сустрейшу эфиры. У пятницу 16 вересня у Гродни чакается пераменная воблачнасть без апаткал. Раніцей слупук термометра пакажа, каля 11 градусов тепла, днём да плюс 16, а вечером да плюс 12 градусов. Ветер пауднева заходні 4-9 метров за секунду. Атмасьферный тиск 740 мм ртутнага слупка. Великотнаць па ветра каля 72% у Раніцей, 42 днём і 55% вечером. Зулікам усіх метрологічных дадзіных адшуваемая температура па ветра на протягу дня будзе вагацца ад 9 до 15 градусов тепла. У районных центрах 16-го вересня на двор ё будзе наступным. У Великой Бераставіцы і Ілгі, каля 11 градусов тепла, раніцей вечером і да плюс 16 днём. Пераменная воблачнасть без апаткал. Ветер пауднева заходні 4-9 метров за секунду. У Свіслачы прагназуецца каля 12 градусов тепла, раніцей да плюс 16 днём і да 13 вечером. Пераменная воблачнасть без апаткал. Ветер пауднева заходні 4-9 метров за секунду. У Волкавыску, Зельві і Мастах синоптыкі абяцаюць каля 12 градусов тепла, раніцей да плюс 16 днём і да плюс 11 вечером. Пераменная воблачнасть без апаткал. Ветер пауднева заходні 4-9 метров за секунду. У Слоніме будзе каля 12 градусов тепла, раніцей да плюс 17 днём і да 11 вишай за нуль вечером. Пераменная воблачнасть без апаткал. Ветер пауднева заходні, яху худкасть 4-9 метров за секунду. У Шчучыне, Лідя, Дятлаві і Карыльчах слубкі термометраў пакажуць каля 11 градусов тепла, раніцей да плюс 16 днём і да 10 вечером. Пераменная воблачнасть без апаткал. Ветер пауднева заходні 4-9 метров за секунду. У Воранаві і Смаргоні будзе каля 11 градусов тепла, раніцей да 15 градусов па ветра прагреецца днём і да плюс 10 будзе вечером. Пераменная воблачнасть, невялікі дождь, ветер пауднева заходні 4-9 метров за секунду. У Астравцы і Ашмянах прагназуецца каля 11 градусов тепла, раніцей да 14 днём і да плюс 10 вечером. Пераменная воблачнасть, невялікі дождь, ветер пауднева заходні 4-9 метров за секунду. У Новогрудку чакаяцца каля 10 градусов тепла, раніцей да плюс 15 днём і да 9-6 за нуль вечером. Пераменная воблачнасть, апаткі не прагназуецца, ветер пауднева заходні, пудкаць 4-9 метров за секунду. Згодна з гісторе і метаназіранняў, мінімальнае температура па ветра, якая бала зафіксавана ў гродня 16 вересня, адзін градус морозу, здарылась агэта ў 1974 годзі. Максимальнае температура па ветра, зазначаная 16 вересня ў гродня, 27,8 градуса тепла. Рэкорд належыць 1947 году. У районных центрах найхаладній 16 вересня було ў Ваўкавыску ў 1999 годзі. Слупок термометра пустіўся тады да мінус 1 градуса. Найцяплі ў гэтый дзень було там же ў Ваўкавыску ў 1964 годзі. Було зафіксавана 28,1 градуса тепла. Йе магнітная сітуація ў пятніцу 16 вересня будзе даволі спрыяльной. Сонічная актыўнасть не піравысіць ў зровню невялікі ё магнітных валяванню. У заход сонца ў 6,1,59 хвілін, заход ў 19,38. Светлавы дзень ў параўнані шчать вяргом памэншыцца на 4 хвіліны. І складе – 12,1,39 хвілін. Па місяцовым календары – старый місяц. А дакладній – 16 вересня ў 21,36 хвілін пачнецца 21 дзень місяцовага цыклу. Пятніца будзе днём кармічных зваротаў. Самый час падумаць прасутнаць свайго жыцця і ўчынкаў. Ідеальны дзень для разнастайных духовных практык, накераваных на прасвятлення і трэніровку сілу духу. Таму ў целым пажадана застацца аднаму. Спрыяльны час для творчай, крапатлівай і удумлівай працы, якая не патрабуе работы ў камандзе. А таксама для актыўнага адпачынку або цікавага падарожжа. У пятніцу 16-га верасня панародным календары добрародная. У нікатурых районах Беларусі існаваў звычай ў гэтый дзень выносіць хаты ўсякая ламача і непатрэпшчыну. Тое, што ўжо нельга адрамантаваць. А вечарам ўсё гэта спальвалі на вогнішчы. Па праваславным календары 16-га верасня ім'яніны ў Ивана, Кастуся, Біталя, Васелісы і Пятра. У каталікоўдзіня нёла адзначаюць Эдіта, Каміла, Яугэнія, Людміла і Віктор. Субтитрувальниця Оля Шор